У них шевроны, у них есть свастика, ну это можно сказать, немецкая свастика, на каждом из них, поэтому там сразу видно было, что это добровольчий батальон, или Азов, или Айдар. А как к нему отношения? У людей? У людей, у вас, у погранцов? Да никак, это ребята, которые 8 лет все грабили, и бывали кого хотели, так как к ним будет отношения. А им что в лицо, почему тогда так не говорили? А как можно сказать? Для них взять, выпустить рожок в толпу людей, что нам с вами друг на друга посмотреть, понимаете? То есть просто боялись, или что? Конечно. А кто их не боится? Их все боялись. Скажи, пожалуйста, вот вы рыли окопы, готовились к наступлению, то есть по сути, ну ты был готов выйти, воевать. Правильно я понимаю? Ну, готовы у нас к этому, да. Ага. Ну, а кто был готов, это уже показало время, потому что, ну, ушло, ну, убежало ребят, и застав, ну, не захотели воевать. А, из твоего, что это получается? Из моего, ну, из моей заставы, из других заставов, всех, много, тех, кто ушли и захотели воевать. Ну, знаешь ли, например, 12 человек ушло, с 30, вот там осталось. А как можно уйти? Ну, вот первое время, как они убежали, как только все началось, там можно было уйти. А потом ты уже не уйдешь никуда, потому что ты стоишь вместе с нацбатом, вместе с ВСУ, ты там попробуешь еще куда-нибудь двинься. То есть всех оставшихся вместе с нацбатами и силами ВСУ перебросили куда? Кременую, ну, в Севередонецк, Лисичанск, Кременая. Ага, и там сейчас они что делают? Ну, Кременую уже ничего не делают, и Кременую уже нету. А вот, в Лисичанске они вроде остались, и в Севердонецк. И как там у них сейчас ситуация? Ну, ситуация у них, конечно, плохая, им будет жопа, это хорошо. А почему ты считаешь, что это хорошо? Ну, потому что они, ну, людей убили, невинных. А кого конкретно? Мирных жителей. В Севердонецк был уже уничтожен практически, при том, что там не было ни одного русского военного. И был уничтожен украинской армией. А скажи мне, пожалуйста, вот если ты сейчас эти слова говоришь, что силы ВСУ и нацбаты бьют по мирным жителям, есть такие еще, кто так же считает? Да. А почему тогда происходит все то, что происходит? Почему тогда массово, так сказать, все не уходят из армии или говорят нет? Ну, батальон Азов, может быть, и там Айдар туда силу имеет, но количество-то людей у вас больше. Там очень серьезно занялись пропагандой такой, потому что там людям насколько мозг промыли, что я не знаю. Поподробнее. Это как? Ну, как? Ну, вот Украина понад усе, там, Украина победить, там, большие потери в российской армии, там, они гибнут пачками, мы наступаем, мы все отбиваем. И вот при помощи таких, там, патриотических лозунгов, алкоголя и всего прочего, они будут воевать. Это где было такое? Ну, это было в Севердонецке, в Кременной. А это тебе рассказывали, или что, откуда у тебя такая информация? А кто рассказал? Это рассказывали те люди, которые туда сбежали, пограничники. То есть, твои сослуживцы были? А подробнее, вот, как стимулировали их алкоголь, может быть, там, легкие наркотики? Ну, легкие наркотики, алкоголь. Ну, чуть подробнее, вот, расскажи, это как? То есть, им разрешалось просто и пить, и курить, и нюхать. А правда, что, так сказать, и женщины страдали, и дети? Да. Женщин насиловали. И хуже делали с ним. Понимаете, и с фастикой немецкой выжигали. Субтитры сделал DimaTorzok